Привет, я Ваня. И сегодня я буду рисовать Аленку из сказочного патруля. Девчонку такую хорошую, рисуй со мной. Для этого понадобится белый лист бумаги и карандаш, и фломастер. Карандаш я взял для того, чтобы тебе помочь, потому что я-то нарисую без карандаша, но тебе, наверное, будет трудно. И для этого начнем с того, что нарисуем круг вот здесь. Голова Аленки это круг, а после этого рисуем тело. Вот такое длинное-длинное-длинное, и оно немножко расходится, как дерево, в разные стороны. Вот здесь у нее ноги будут, вот так ноги, здесь у нее пояс будет, а здесь рука сюда и рука сюда. Это легко. Вот основное мы нарисовали карандашом, дальше мы будем рисовать фломастером или маркером. Ты можешь продолжать карандашом рисовать, ничего страшного. Зато ты можешь стереть и исправить свои ошибки, но я думаю, что это не беда, если ты немножко ошибешься. Рисуем. Аленка такая веселая девчонка, и мы рисуем ее сначала. Начнем с щечек и с подбородка. Мне кажется, это основное, когда вы рисуете куколок и всякие девчоночные рисуночки, то лучше начать снизу, вот именно с подбородка. Смотрите, я рисую подбородок вот так вот, вот так и вот так. У меня уже есть набросок, из-за этого мне легко это сделать. После этого идет вверх сюда, а здесь рисуем, уже начинаем прическу рисовать. Вот так вот у нас получается здесь подбородок и прическа. Прическу сразу начнем с прической, потому что прическа для девочки это очень важно. И мы рисуем прическу. Прическа у нее такая вот, раз и два. И я не сказал бы, что это волосы, это какой-то пластилин может быть. Ну, такая вот причесочка. И ушко сразу нарисуем. Нарисовали? Здесь тоже прическа и ушко. Дальше все пойдет легче. Это самое основное. Здесь звездочка. Может не звездочку рисовать, а какую-то, ну, просто кулебяку нарисовать, к примеру. Тоже ничего страшного. Так, дальше. Что мы рисуем дальше? Дальше рисуем ободок. Здесь тоже звездочка, небольшая звездочка. И кулебяку. Так, нарисовали. Теперь нужно прическу нарисовать до конца. Вот отсюда она идет, сюда, раз, сюда, раз. И здесь закручивается. А здесь у нее, когда одевают, такой ободок называется, да? На волосы девчонки одевают ободок. Мы нарисовали ободок, он закончен. Теперь мы рисуем, вот здесь у нее такие волосы, замотаны в такой вот красивый кружочек, такой моточек. И мы тоже его нарисуем. И здесь еще несколько кружочков моточков. И здесь тоже повязочка и такие кружочки моточки. И мы их вот так рисуем. Отлично влезло. Давайте сразу нарисуем лицо, чтобы сразу было понятно, что это девчонка и она классная. Нарисуем небольшой носик картошечки, такой носик маленький. Нарисовали. Теперь рисуем ее улыбочку. Нет, не улыбочку, сначала глаза. Глаза самое главное, вот так нарисуем. Один глаз сюда, другой глаз сюда. А теперь полукруги. Сюда и сюда. И рисуйте их побольше. Чем больше, тем лучше. Потому что глаза у нее большие, она глазастая. И здесь вот зрачки рисуем. И зрачки, и зрачки. Вот нарисовали зрачки. Здесь немножечко у нее ресничек, совсем чуть-чуть их еле видно. Ну, можно нарисовать побольше, я думаю, не беда. Бровки нарисуем. И улыбочку. Улыбочка у нее большая, красивая. И зубки есть тоже. Отлично. Вот такая у нас получилась Аленка. Теперь самое легкое, просто нарисовать все остальное. Вот прям рисуй как я, потому что мы рисуем очень просто. И все упрощаем. Это ее кофточка, она очень простая. Такая кофточка, она будет оранжевая. Теперь у нее маечка идет. И здесь поясок. На пояске какая-то штукенция. И поясок продолжается сюда. Попку надо не забыть нарисовать. Здесь пошире, здесь поуже, а здесь пошире. А после идет, вот сюда нога идет. Одна нога сюда идет. Вторая нога сюда идет. А теперь нога идет сюда, сюда. И так вот нарисуем ее. Она расширяется, ее ботиночки расширяются к ботиночкам. Это называется штанишки. Штанишки расширяются. Штанишки расширяются. Отлично. Теперь здесь нарисуем узоры. У них очень много узоров, у этих девчонок из патруля. И я даже не знаю, нарисую я или нет. Так много. Ну, осталось только ручки и раскрасить. Давайте ручки. Ручки сюда и сюда. А здесь уже ручка без вот этого рукава. А здесь без рукава идет ручка. И когда рисуете, так упрощайте. Чтобы вам было нетрудно нарисовать ее рукава, к примеру, еще что-то. Попытайтесь упростить. Не рисовать полностью, а нарисовать такие вот грабли что ли. Я думаю, для начала это хорошо и будет нормально рисовать. Потому что мы все равно ее раскрасим, будет у нас цветное все. Так что рисуйте не очень точно. Такая у нас Аленка, теперь мы ее раскрасим. Если вы заметили, практически для меня не понадобился вот этот чертеж, который мы в начале набросок сделали. Но для тебя лучше все-таки его сделать. Вот большой круг и палочки. Тогда ты когда будешь делать, рисовать остальные части тела, ты уже не ошибешься. Теперь берем оранжевый цвет для Аленки из щенячьего патруля. Я пошутил, не из щенячьего патруля, а из сказочного патруля. Очень понятно и нужный оранжевый цвет. Она вся рыжая. Мы ее покрасим оранжевым цветом. Все красим, 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 красим. И не останавливаемся, если даже залезли за край. Никакая беда вам не страшна. Мой сын Павлик очень тщательно раскрашивает. И он меня даже иногда ругает. Говорит, ну ты не ровно раскрашиваешь. Бывает, ребят, я не ровно раскрашусь, но я стараюсь. Теперь оранжевым. Оранжевым здесь закрасим. Оно немножечко оранжевое, немножечко желтым добавим. Здесь вот низ штанишек закрасим оранжевым. Кофточку вот эту вот тоже закрасим оранжевым. Майка будет голубая у меня. А пояс красный. Все очень легко. Раскрашивать правда легко, ее нетрудно раскрашивать. Теперь нужно взять телесный цвет. Я раскрашиваю масляной пастелью. Каждый день я говорю, что я раскрашиваю масляной пастелью. Почти все ребята уже в нашей стране выучили, что я раскрашиваю масляной пастелью. Так что такое бывает. И мне придется продолжать много лет это говорить, я надеюсь. Так. Масляной пастелью телесного цвета раскрасили. Здесь, здесь и здесь. Отлично. Убираем. Теперь берем фиолетовый или малиновый. Я возьму малиновый и покрашиваю вот здесь. 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 И везде, где вы хотите покрасьте малиновым. Мы вы можете переодеть и по-разному вашу машу одеть. К примеру, Алену. Аленку. Теперь берем желтый. Вот здесь я желтым покрашу. Мне нравится желтый цвет. Я думаю, что недостаточно желтого цвета в Аленке. Потому что она должна быть еще более желтая, желтая, желтая. И у нее малиновые глаза. Кстати, я забыл закрасить малиновые глаза. Ну, в этот раз я нарисую фиолетовые глаза ей. Фиолетовые глаза. Голубая футболочка. Не футболочка. Маечка голубая. Немножечко голубая. Немножечко зеленая. Отлично. Теперь берем зеленый цвет и покрасим ей вот здесь в штанишке. Немножечко введем зеленого цвета в нашу маленькую Аленку. Здесь у нее полосочки тоже зеленые. Вообще их разглядеть очень трудно, этих девчонок. Они так быстро бегают и прыгают на экране, что я не всегда могу разглядеть этих девчонок. Во что они одеты сейчас или через 5 минут. Они постоянно переодеваются, меняют форму. Это очень здорово. Теперь я возьму малиновый. Прямо такой красно-малиновый. И добавлю волосы. Мне хочется, чтобы волосы у нее были еще более рыжие. А рыжие это значит такие красно-коричневые и блестели очень сильно. Так что вот так получается. Отлично. А под конец можно взять немножечко серенького и нарисовать вот здесь вот тень. Отлично. Такая у нас девчонка получилась. Я нарисовал ее первый раз в жизни для вас. Я думаю это будет интересно для тебя, если ты захочешь повторить. Ну и что скажу. Рисуй. И как только нарисовал, сразу фоткай. Посылай бабушке, дедушке, скажи. Наконец-то я нарисовал. Я научился или научилась. А если тебе прям сильно понравился рисунок, то обязательно пришли в Рыбакит. Папа рисует в Инстаграм. Легко найти в Директе. Или просто запосте и напиши. Рисую с Рыбакит. Очень легко найти будет другим ребятам. А я поставлю лайк. Спасибо тебе. До новых встреч. Пока-пока. Пока.